Тот самый знаменитый орбидол. Несколько лет назад, во время вспышки гриппа, этот препарат стал сверхпопулярным. Сегодня он по-прежнему на центральных витриных всех аптек. Область на пороге очередной вспышки инфекции. От количества самых разных препаратов полки аптек буквально ломятся. Вот только приобрести эти лекарства многим зачастую не под силу. Если в одной аптеке пилюли от кашля могут стоить условные 50 рублей, то в соседней они же обойдутся во все 500. Ну сейчас, конечно, хорошо. Разница большая. Сейчас все есть. Только денежки готовят. Дорожат, да. Почти через каждый месяц. Цены космические. Лечусь самыми такими народными средствами. Если государственные аптеки более-менее придерживаются определенной цены на препараты, то коммерческие вольны сами определять ее, исходя из собственных затрат и популярности того или иного лекарства. Препараты конкретно одного наименования в разных аптеках могут быть представлены по разной цене. Почему? Потому что и закупка разная у разных поставщиков, и условия поставки разные, и сроки поставки разные. Если с этим цены разнятся очень сильно. Разбросы цен совершенно точно не почувствуют льготники. Они по-прежнему регулярно будут обеспечиваться необходимыми видами лекарств. Впрочем, фармакологи и работники аптек успокаивают. Остальным оренбургством беспокоиться также не стоит. Нехватки лекарств, как несколько лет назад, точно не будет. И тот же орбидол, терафлю или антигриппин можно будет приобрести без особых проблем, как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Ажиотажа, как в прошлые годы, такого нет. И мы аптеки, естественно, соответственно, к этому сезону готовимся. Мы готовимся, мы запасаем определенные препараты, маски, там, ну, все, что необходимо для этого. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время. Виталий Сапожников.